СПОНСОР ПОКАЗА ХАНЗА Спонсор Показа – Крабовые палочки Вичи. Легко жить здорово. Доброго дня и доброго воскресенья, дорогие друзья. В эфире кулинарная программа «Азбука вкуса». Я и ведущий Дмитрий Спиваков. Сегодня, дорогие друзья, мы будем разговаривать на околомузыкальные темы, ведь у нас сегодня в гостях певица «Каризма-Уан», она же Ольга Фисенко. Привет! Доброе утро. Как давно ты была у нас на кулинарке? Ты помнишь так примерно? Я была очень давно. Не в этой стойке. Не в этой. Года два назад. С Кристианкой мы были, и мы готовили буррито. Ты знаешь, вот из этого у меня первый вопрос. Ты везде появляешься с Кристиной Крайтовой. Почему ты сегодня без нее? Потому что Кристина сейчас занята, и ты меня пригласил только... И занята она долго? Занята она, да, будет очень надолго, мне кажется. Потому что мой период, когда я была занята, уже прошел, и я выхожу на работу. Теперь она занята тем же делом, только чуть попозже. Мы как-то хотели вместе быть беременными и вместе рожать, но не получилось. Вот ты как раз раскрыла эту дверь. Я открыла дверь, и она ее закроет, если вдруг я опять ее не открою. Понятно. Поэтому сегодня без Кристины. Я думаю, что если бы со мной была Кристина, она бы все съела. Ты сказала на тему того, что если вдруг опять не откроешь, есть мысли о следующем ребенке? Ну, знаешь, как и Даша появилась на свет очень неожиданно. Поэтому, если вдруг Бог не приготовил для меня еще неожиданность, может быть, но нет, мы не готовимся. То есть, Даша, мне хватает вот столько пока. Понятно. Так, давай мы обсудим, что мы сегодня будем готовить. Для начала, потом мы снова перейдем к разговорам о твоем материнстве и так далее. Дорогие друзья, сегодня мы готовим маффины. Сегодня мы готовим соус рамулат. Есть такой соус под названием. Ну, и кроме того, мы сегодня будем готовить бифстейк. То есть, у нас такое сегодня достаточно разнообразное меню. Начнем мы, пожалуй, с соуса. Друзья, для приготовления этого соуса, друзья, нам прежде всего понадобится майонез. Твойнез, майонез. Твойнез, майонез, да. Бери свой твойнез. Ты знаешь, я просто вот обычно в приготовлении стараюсь отходить от использования майонеза. Ты в этом плане как вообще? В плане питания? Как питаешь? Ну, если честно, для меня соусы, вот когда у меня приходят гости, я готовлю, так все меня спрашивают, что у тебя там есть майонез, там кетчуп, какой-либо соус. У меня все это есть, но я не знаю, где оно, потому что я не очень люблю эти соусы разные. То есть, я могу есть и без соусов. Оно у меня есть, но я не знаю, где в квартире холодильник. Нет, не все соусы в холодильнике. И я говорю, ищите, вы сами знаете, что хотите, потому что вы очень много, у меня мама любит все это покупать, она все, у нее все есть, только я этим не очень пользуюсь. Ты сказала, ищите, то есть, можно прийти к тебе в гости, ты говоришь, ищите соусы, и все начинают разбредаться по квартире. Да, я обожаю гостей, то есть, у меня редко бывают гости, но если они есть, то это люди, которые знают на кухне, где находятся чашки. И где ты живешь. И где я живу, да. Обычно, если какие-то встречи, я предпочитаю, чтобы это было в городе, так легче. Не надо мыть посуду, хотя я люблю мыть посуду. Ты любишь мыть посуду? Да, я обожаю. Оля, ты одна из немногих людей, которые вообще любят это делать. То есть, если я иду в гости, если кто-то готовит, я всем говорю, я не участвую при приготовлении, но зато я убираю весь стол. И вот это вот всегда случается, потому что у меня своя миссия в нашей компании. И когда у меня дома приходят, я обожаю людей, которые знают, где чашка. То есть, можно мне чашку? Иди, возьми себе. И поэтому я разрешаю своим гостям, эти гости, которые приходят ко мне домой, это близкие люди мне, поэтому они знают, где соусы, они сразу даже уже не спрашивают, есть ли у тебя соус. Они идут, открывают специальные отсеки, где есть много соусов, либо ищут в холодильнике. Скажи мне, а что вообще тебе нравится в процессе мытья посуды? Вот кому нравятся грязные тарелки? Процесс грязного к чистому. То есть, когда я вижу, что кухня чистая, я могу спокойно идти спать. То есть, ты человек-созидатель, да? Тебе надо все, хороший вид принести. Да, да. Я не люблю работать, если грязный стол и много бумажек, ну, если там бардак. Я не могу мыться в грязной ванной. То есть, мне обязательно вот эти вот три места должны быть очень чистые. Слушай, есть тогда один маленький нюанс, раз ты уже перфекционист, вот чуть-чуть надо поправить за щечку, все, так ровно. Ну, не настолько. Так, дорогие друзья, мы начали говорить про соус. Значит, мы отправили в блендер майонез. Кроме того, мы по-доброму так отправляем туда горчицы. Побольше. Побольше. Кстати, вот, честно говоря, в последнее время... А сколько майонезов, ты мне сказала? Ты знаешь, на самом деле на глаз. Ой, блин, ненавижу вот это вот на глаз. Мама, сколько я должна поставить там на глаз? Слушай, ну как тебе понимаешь? Есть люди, которые не умеют на глаз, как я. То, что мне вкусно, тебе не вкусно. Ты кинула все, смешала, попробовала, почувствовала, чего не хватает, добавила в крайнем случае. Ну, опять же, вот смотри, по горчице, да, например, мы берем ложку горчицы. Вот сейчас многие начинают покупать там заграничные продукты. Не берите иностранную горчицу. Делайте сами. Нет, она никакая просто. Вот, допустим, наша молдавская горчица, русская горчица, она яркая такая, она острая. Посмотри, французская, она почти безвкусная. Да. Вот, поэтому, друзья, берите нормальную горчицу. Острую. Добавляем сюда горчицу, острую, да. Кроме того, сюда необходимо добавить несколько корнишонов. Сколько? На глаз. Я буду тем человеком, который, знаешь, вот есть люди, которые готовят редко, и они все делают по рецепту. Назови число от 1 до 10. 9. Еще 4 корнишона. На глаз. Все, добавили. Кроме того, необходимо отправить сюда несколько каперсов. Оля. Ложечку. Нет, нет, я сейчас ожидал опять же вопрос, сколько? Я просто увидела, что они очень мелкие, поэтому не хотела тебя мучить. Ну, давай вот так вот каперсов отправим. Ну, ложечку, да. Все, отправили сюда каперсов. Друзья, кроме того, для приготовления этого соуса можно использовать соус ворчестер, можно вустер. Мы сегодня будем использовать ворчестер. Какая разница между ними? Я буду для тебя... Как тебе сказать, ну какая разница между соевым соусом и табаско? А, понятно, хорошо. Так, отправили немножко сюда ворчестера. Ты остринку любишь в еде? Значит, все, все табаско. Ты понимаешь, мне жалко, он дорогой. Не, ну давай тогда не все. Ну, давай так, пару капелек от души. Что же мы это будем пробовать? Сначала будешь пробовать ты. Раз ты очень любишь острое, сначала ты. Так, ну, собственно, друзья, мы все это смешали, время все это измельчить. Так, ну что ж, в принципе, вот у нас соус и готов. Да хочу понюхать. Не, не буду пробовать. Не будешь пробовать? Скажи мне, а ты вообще, когда готовишь, ты пробуешь или потом финально, как бы так уже на глаз все-таки... Не, пробую. Но соус, я тебе сказала, что я равнодушна к соусу. А ну, покраснеешь? Будешь как фартук? Нет, нормально, нормально. Я бы, кстати, даже еще, наверное, табаско добавил. Да? Да, но он не очень острый. Так, друзья, кроме того, нам сейчас необходимо начать готовить бифстейн. Для этого... Снимаем корицу. Ты помнишь вообще, с чего началось твое участие в прошлой кулинарной программе? Ты резала лук. Да, и что? Флэшбэк. Ты сейчас тоже будешь резать лук. Ты помнишь? Да. Не, на самом деле, я всегда, если можно, и нет уже одну луковичку, я всегда пересматриваю программы с гостями, которые у нас уже были, для того, чтобы, может быть, отслеживать какие-то изменения в их жизни. Нет никаких изменений. Как, совсем? Ну, вот так вот. Ты знаешь, я тоже хотел начать нашу беседу. Что нового в твоей жизни, Галя? У меня новое все, что хочешь, но кроме не кухни. Ну, ничего страшного, давай не о кухне поговорим. О чем? Я купила новую кофточку, да? Нет, это тоже не про меня. Я, наверное, все-таки где-то не из той категории женщин, которые покупают себе новые кофточки в каждую неделю. И иногда себе даже спрашиваю, когда я последний раз что-то себе купила. Когда ты последний раз что-то себе купила? Ну, это, наверное, было где-то месяц тому назад. Да ладно? Да, и обычно, если я уезжаю куда-то, там я могу себе устроить день шопинга. Но в остальном сейчас все покупки идут к Даше. Вот я сейчас начала понимать свою маму, почему мама, когда идет со мной в магазин, и у нее есть цель себе что-то купить, и мы, когда выходим из магазина, я себе все купила, но себе ничего. Теперь я это все поняла. Как это, почему это. И, если честно, нету какого-то интереса, когда думаю, что у меня в гардеробе, я понимаю, что у меня все есть, и мне ничего не надо. Слушай, ну твоя Даша появилась на свет, если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет, 30 апреля 2015 года. То есть, в принципе, уже годик. Да. Такая большая дата, серьезный юбилей для ребеночка. Вот как ты ознаменуешь вот этот прошедший год для себя? Это был самым красивым годом моей жизни. Когда ты последний раз высыпалась? Ну, ты знаешь, мне Даша разрешает. Она спит у меня до 10 часов утра. То есть, она как и я. Бывают дни, когда она, конечно же, просыпается раньше. Если я с ней дома, у меня нет никаких дел. Когда у нее обед, я могу с ней послать. Иногда я предпочитаю, скажем, время, когда она спит, либо почитать то, что она мне не дает, либо фильм какой-то посмотреть то, что мне она тоже не дает. Поэтому как-то мне легко. Я не могу сказать, она у меня хорошо спит. Она у меня вообще пощадила по всем, по всем пунктам. Ой, я сейчас буду плакать. Я всегда плачу от лука. Ну, тем более ты говоришь о детях. Это так трогательно. Да. И если честно, я думаю, что для матери, которая любит своих детей, никогда вот эти вот... Ой, я реально плачу. Я очень чувствительна к луку. Эмоционально. Эмоционально к луку. Нет, я люблю лук. У меня так давно не было лука. Блин, все, я не смогу больше. Все. В принципе, мы его сейчас достаточно скоро будем обжаривать. Друзья, включаем, как всегда, нашу плиту Ханса, пока Оля плачет. Не плачь, Оля. Капец. Да. Нам необходимо обжарить этот лук, но есть одна маленькая хитрость. Нам необходимо обжарить, конечно же, весь лук, но половину его мы будем смешивать с фаршем, другую половину мы карамелизуем и используем для украшения бифстейка в самом конце его приготовления. Ну что, как он получается? Не могу иметь. Как, проходит по чуть-чуть или все больше и больше? Да, мне пройдет, наверное, через минут 15. Это постоянно у меня так, когда и лук. Я пробовала все варианты, которые есть в интернете. Держать лук под холодной водой. Там, не знаю, что, нож держать под холодной водой, чтобы когда режешь, ничего мне не помогает. Друзья, она действительно плачет. Да. Я впервые вижу такие слезы от лука. У меня вот так. Все нормально или мне надо пойти в макияж? Нормально, нормально. Так, разогревается пока масло. Давай, отправляем сюда лук. Ну, так, чтобы он побыстрее начал уже проходить термическую обработку. Я зачувствую тебе просто. Да, да. Кидай сюда весь. Отправляем сюда. Все, 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 все. Скажи мне, водик дочке. Да. Ты уже видишь какие-то проявления твоего артистического характера? Она, во-первых, у меня начала ходить очень рано. В 9 месяцев мы уже ходили. Прям, то есть, не по бортику, а вот сама? Нет. Она с 6 месяцев начала по бортику. В 7 месяцев она уже ходила, но падала. То есть, держалась, боялась. А в 9 она уже ходила. То есть, в 10 мы уже бегали, в 11 мы уже подпрыгиваем. То есть, она ходит очень-очень уверенно. И первым делом, что она делала, когда она вставала на ноги, она начинала потанцовывать. То есть, она только слышит музыку, она сразу начинает танцевать. У нее есть любимая игрушка. Это в виде собаки. И когда нажимаешь на лапу, эта собака поет и танцует. Это наша любимая игрушка. Батарейки садятся очень быстро уже, потому что она стареет. Вот эта собачка. Ты еще не начала прятать эти батарейки в доме, чтобы... Нет, потому что у нас скандал. Если она идет и нажимает на лапу и не поет это. Вот она берет собаку, приходит к тебе и говорит, эй. Э! 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 Ты че? Сейчас нам подарили вторую такую игрушку, такая же серия. Она уже одновременно стоит. Там две песни разные, танцуют они по-разному, одновременно нажимают на две лапки и танцуют. Скажи, ты уже купила беруши? Нет. Большие наушники? Нет. Как ты это выдерживаешь? Я тебе говорю, то, что я говорила перед тем, как начала плакать. Ага. Из-за лука, то, что когда твой ребенок, ты не чувствуешь недосыпания, ты не слышишь абсолютно ничего. Это другие люди приходят домой и говорят, боже, какой этот ребенок, он не останавливается. Или там он шумный, или он кричит. Твой ребенок, он все это делает так прекрасно. Ну, ты знаешь, есть такая шутка. Хочешь поругаться со своим другом, подари его сыну барабан. Я так говорила. Есть, да? Нет, у нас барабан нету дома. Нет, я имею в виду, друг еще есть? Даже забыла, кому я подарила, но я помню, что я даже пришла и сказала, простите, но я это сделала. Там было прям много барабанов, разные маракуи, все, что хочешь. То есть я сказала, простите, но я не смогла никуда. Слушай, я знаю, что я тебе подарю в следующий раз, когда ты появишься у нас на кулинарке. У меня есть дома, но Даша не пользуется этим. Подари настоящий. Настоящий? Да. Ты знаешь, у меня даже есть знакомый, который ребенок с малых лет, то есть он только начал ходить, и он начал вот именно держать ритм, палочки. Все, что он находил, какие как палочки. И я как бы им тогда сказала, что надо это развивать. И сейчас ему, наверное, 4 годика, и у него есть именно барабаны, и он вот работает, он смотрит на концерты, где есть барабанщики. То есть прямо настоящую барабанную установку? Да, у них ему детская получается еще. И вот он занимается этим, он слушает концерт, он повторяет движения, вот эти вот палки. То есть я думаю, что это будет реально барабанщик. Я себе боюсь представить, что он будет лет 16 делать. Я не знаю, что, наверное, 100% надо будет, когда вот эти конкурсы, да, талентов, талантов, да, конкурсы талантов. И я думаю, что это будет феномен. Как этот мальчик, который кидает баскетбольный мяч, знаешь, и всегда попадает. Нет, я не видел этого мальчика. Не наш, но он американец, мне кажется, он иностранный мальчик. И он был уже во всех телевидениях. Смотри, один я его не видел. Ему там 4 года было, и родители снимают постоянно, как он кидает с разных ракурсов, с дивана, лежа, спиной. Он все кидает мяч и всегда попадает в... Слушай, ну ты понимаешь, что вот в твоем возрасте ты худший баскетболист, чем этот мальчик? Я вообще худший, наверное, баскетболист. Да, слушай, мы, конечно, можем это попробовать. Держите, будет маленький ипровизированный мячик. Нет, я не смогу. Смотри, это корзина. Давай, раз, два. Я попаду в тебя. Попала, ура. Дорогие друзья, на этом позитивном моменте мы уходим на короткую рекламную паузу. У нас пока обжаривается лук, мы скоро вернемся и приступим, наконец-то, к приготовлению бифстейка. Дорогие друзья, в эфире вторая часть кулинарной программы «Азбука вкуса». У нас в гостях по-прежнему рыдающая Ольга Тесенко. Ну все, уже вроде обжарился лук. Все, ты уже не плачешь? Нет, не плачу, но еще глазки такие, да, мокрые. Так, дорогие друзья, значит, во-первых, у нас готов соус «Рамулак». Будем рассказывать, как мы его готовили? Тем, кто там только присоединился. Нет, пусть пересматривают. Пусть пересматривайте. Друзья, на ютубе, если что, потом и на нашем сайте rt.md будет выставлено на программу. Да, надо было включать вовремя. Да, сейчас, ты понимаешь, насколько хамский ты относишься ко всем зрителям? Нет, просто вот утром они еще спали, а я здесь, понимаешь, и мне как-то завито. Просто спали там, вот сейчас вот не рассказываю ничего. Не голодает. Так, друзья, у нас обжарился лук. Оль, ты знаешь, что половину лука я... А, собственно, я думал, что ты будешь заниматься мясом. Нет, не будешь. Потом так посмотрел, что фарш с моей стороны. У меня сладкое. Любительница сладкого? Ну, редко, но да. Редко, но метко. Ну, вот маффины люблю. Я понимаю сейчас, как я хочу тортик. Нет тортика. В следующий раз приходи к нам с тортиком. Ты на диете. Я знаю, я все равно хочу тортик. Так, ты понимаешь, что сейчас большая часть людей считает, что я жирный, поэтому я на диете. Нет, я думаю, что они видят очень хорошо разницу жирного и тебя. Слушай, это ты знаешь, что камера, она прибавляет 6 килограмм. А может быть, многие думают, что камера, наоборот, убавляет 6 килограмм. А на самом деле я жирный. Ну, ты только что открыл секрет, что нет, она просто убавляет. Хорошо. Знаешь, сколько раз мне говорят люди, ой, ты такая маленькая. За камерой ты на телевизоре так кажется большой, высокая, а ты такая маленькая. Я маленькая. Нормальная ты. Стандартная. Маленькая. Так, друзья, значит, что мы дальше делаем? Тут у нас остается немножко лука. Этот лук нам в итоге понадобится для украшения нашего бифстейка. Вот половину лука мы отделили, это пойдет в фарш. Половину лука мы прямо сейчас карамелизуем. Ты когда-нибудь пробовала луковый суп? Нет. Я тебе рекомендую. Попробуй. Очень вкусная французская штука, и луком почти не пахнет. Я люблю лук, поэтому для меня... Я заметил, как ты любишь лук. Я прямо сплачу, когда его вижу от любви. Я так скучаю по нему. Я любя, любя. Так, все, карамелизуем. Оля. Совсем не калорийно. А что ты так стоишь без дела, я тебе спрошу. Я жду, пока ты мне дашь старт. Старт. Все, погнали. Будешь? Да. Олька сейчас будет заниматься маффинами. Маффины у нас будут сегодня с сушеной клюквой. Очень простое, на самом деле, такое блюдо, тем более, когда есть хорошая духовка. И 15-20 минут, в принципе, достаточно для того, чтобы они пропеклись. А как мы поделим духовку? А мы будем и то, и другое сразу обжаривать. А, да? Да, в хорошей духовке запахи не смешиваются. Все хорошо. Так, все, лук карамелизовали. Приступай. Как она выключается? Вот так она выключается. Все просто. Все. Так, тебе необходимо взять муку, взять сахарную пудру. А, подожди. У нас мука. Да. У нас сахарная пудра. Да. У нас разрыхлитель. Разрыхлитель. Хорошо. Молоко. Да. Сливочное масло. Да. Яйца. Да. Тарелочка. Да. Сушеная клюква. Сушеная клюква. Я все нормандское могу сейчас перевести. Давай. Зачем? Переведи мне сушеную клюкву. Клюква мускат. Так, хорошо. Смотри, сначала тебе необходимо смешать муку с разрыхлителем теста. Чуть-чуть совсем оставь. Ложечку? Да, ложечку. И, кстати, немножко сахарной пудры тоже необходимо будет оставить. Отдельно или можно... А, да, точно. Все, я поняла. О чем ты? Я поняла, для чего. Ага. Так, мы берем сливочное масло. Так, необходимо его чуть-чуть размягчить, буквально вот 30 секунд. Этого будет вполне достаточно. Я пока себе тоже возьму такую стеклянную форму. Сюда мы отправляем 500 грамм фарша, говяжьего фарша. Я тоже отправляю уже. 500 грамм фарша? Нет, сырье муку. Ты слышишь, маффины мясные. Это идеальное блюдо для любого мужика. Я уверена. Так, да, ты отправляй, отправляй, отправляй. Так, сейчас у нас дотопится масло. Две, одна, все. Подтопилось масло. Вот это масло тебе необходимо вместе с разрыхлителем. Вот его тоже сюда. Друзья, главное, не добавляйте много разрыхлителя. На это количество, я думаю, одного пакетика будет как раз достаточно. Что ты делаешь в моей работе? Я не знаю, действительно, что делать в твоей работе. Все, ушел. Так, ну а кроме того, нам необходимо... Сахарную подру тоже сюда, да? Не-не-не, подожди. Не сказал. Пока масло, и все ты смешиваешь с маслом. А ты думаешь, это достаточно? Конечно. Ну смотри, у нас там где-то 400 грамм муки. На это количество необходимо где-то грамм 200 масла. Ты будешь вот 250. Прецентальчик мне. Так, вот смотри. Чувствуй себя тут как дома. Ты сама говорила про то, что ты любишь гостей, которые приходят к тебе домой и сразу знают, где соусы и так далее. Ну я обычно это масло чуть сильнее подогреваю, чтобы не было такое сильное. Ну, слушай, уж извини, как получилось. Вот в следующий раз будешь сама подогревать. Вот сейчас твоя сила мужская сейчас понадобится. Так, подожди. Ты снова потом будешь спрашивать, почему я делаю твою работу. И сейчас уже не буду. Я поняла. Так, друзья, два желтка мы отправляем в фарш. Две штучки. Так, оп. Отделяем сначала, да? И сюда же мы отправляем жареный лук. Вот, и все это необходимо хорошенечко перемешать. Я прям руками, наверное, буду мешать. А может, ты мне тоже руками? Давай. Будем сегодня пачкать руки. Ты знаешь, я в одном из интервью подсмотрел, что ты, оказывается, раньше была очень-очень стеснительной. А я что, сейчас не стеснительная? Ну, я не знаю. Ты пришла сюда, сразу закинула все свое на стол. Сказала, так, это моя половина. Не, на самом деле, говорят, что раньше ты прям боялась интервью давать, очень стеснялась как-то вот. Ну, первые, да, я вообще все интервью, мне было тогда 10 лет. Ага. Я смотрела это интервью. В 10 лет первые интервью? Да. Ничего себе. Ну, где-то 10-11. Это была первая песня, там, школа как-то, не знаю что. Все, я все интервью молчала. То есть, меня спрашивают, а я вот так вот села, как маленькая девочка. Ага. И все. А ты ответила вообще хоть раз? Нет. Обалдеть. Ты потом скинешь ссылочку, чтобы можно было посмотреть. Ну, нету ссылочки, она у меня в архиве дома, поэтому я найду специально для тебя. И в том же интервью ты сказала, что ты какое-то время тебя прям учили, как правильно давать интервью, как держать голову. Да, меня учили, меня учили, потому что я не знала об этом все. И меня учили, что надо, как отвечать. Меня предупредили, какие вы журналисты. Какие вы журналисты? Как вы можете... Подожди, подожди секундочку. Подожди, смотри, какие съемки, какое интервью и на какой канал, во-первых. Есть ведь специальные такие... С подковырочками. Которые, да, спросят, а потом, когда монтаж сделают, так они сделают так, как им надо. Вот поэтому очень многие любят прямые эфиры. Да, да. И поэтому меня учили, учили хитростям, как отвечать на вопросы так, чтобы ответить так, как надо, чтобы ответ был такой, какой он. Ну, уже не такой... Ну, давай, я тебе задаю провокационный вопрос. Оля, на чем ты зарабатываешь? А кто сказал, что я зарабатываю? Ага, ладно, ушла, хорошо, не поймали. Даже не знаю, что бы тебе еще такого с подковырочкой задать? Вот начинается уже. Да ведь мы в другой сейчас программе. Да? Я думал переключить. Ты же не тот твой сюрприз, который надо прятаться. Скажи, а вообще, вы с удовольствием ходите к таким журналистам, которые задают провокационные вопросы? Ну, и, Магда, это интересно, если честно, посмотреть, ну, что же может там быть нового. Знаешь, что вот именно западные артисты, они ведь все контролируют абсолютно. То есть им задаются вопросы уже, которые не знают ответа, не готовят эти все ответы. Это редко, когда случается, что там внезапный какой-то ответ на вопрос. После этого, после интервью проверяется это все. Правильно сделали монтаж, правильно ли они поставили ответ на вопрос, чтобы монтаж не был другим. У нас это все не делается, поэтому очень часто есть такие ошибки, что ты хочешь сказать одно, а из-за того, что они делают монтаж по-своему, люди понимают вообще другое. Поэтому это очень тяжело, так сказать. И иногда, вот, надоедают иногда какие-то вопросы, но, мне кажется, нам надо уже сюда что-то ставить. Да. Мне кажется, тебе сюда пришло время добавлять яйца. Да? Да. Четыре, да? Да, вот все оставшиеся четыре яйца смело туда отправляй. Друзья, мы снова включаем плиту Ханса. Мы сейчас будем обжаривать наши котлеты. Ты совсем недавно, Оля. Я совсем недавно. Да, ты совсем недавно. Что я хотел тебя спросить? Не знаю. Ладно, шучу. Совсем недавно ты представила песню в новом для себя формате и стала «Каризмой One». Да. Началось это все с сотрудничества с Антоном Рогозой. Да. С чего вообще все это началось? Как вы... Зачем, ребята? Зачем все это началось? Нет, ну, мне понравилась песня, кстати. Спасибо. Ну, в общем... Я не мог на экран сказать по-другому. Смотри, какая у меня красивая ручка. Спокойно. В общем, мы как-то начали... Он меня набрал и спросил меня вообще, что я делаю. Я еще была после беременности. Ты знаешь, я сплю. Говорю, ты знаешь, я еще с ребенком. Он спросил, какие у меня дальнейшие планы. Хочу ли я вообще возвращаться в музыку или не хочу уже. И у нас было пару встреч, пару кофе, который мы обсудили. Мы решили все-таки попробовать поработать вместе. И вот так вот вышла эта наша песня «In my mind». И, ну как, это не могу сказать, что вообще в другом стиле. У меня песни такие были раньше. В 2010 году у меня были первые дэсовые песни. Поэтому это для меня не новое. Просто в одно время я как-то пошла и по другой линии. Но я думаю, что мы в Молдове, мы можем свободно экспериментировать, экспериментировать и экспериментировать. Слушай, я вот тебе как профессионалу задам вопрос. Почему во всем мире рок-музыка или живая музыка играет достаточно большую роль? В нашей стране почти нет. Наверное, у нас, во-первых, люди не понимают рок-музыку. У нас люди очень привыкли. Не, ну я говорю не о прям тяжеляке-тяжеляке. У нас есть любители рок-музыки. У нас есть концерты, они очень такие андеграундовские. Они очень такие редкие. Редкие андеграундовские, но есть. И там очень много народа приходит. Но, во-первых, я думаю, что у нас очень маленькая пиация. Маленький рынок для этого. Да, маленький рынок. И, во-вторых, если бы это было больше по радио, наверное, было бы по-другому. Все-таки народ надо культивизировать. То, что ты им даешь на радио, то они любят слушать. Поэтому это, наверное, зависит от цепи. Это целая цепь. И это все надо... Ну, я думаю, что страдают наши рок-артисты. Но я думаю, что они имеют свои концерты и свои гастроли. Мне в последнее время очень нравится, на самом деле, что группа «Альтернасфера» делает. Ребята большие молодцы. Да, да, они единственные, которые держатся, знаешь. Да, причем хорошо делают. Что делай дальше? Молоко, пудру? Смотри, дальше. Добавляй сюда пудру и добавляй сюда молоко. Кстати, можно взять и молоко немного подогреть. Так, у нас, в принципе, друзья, подогрелось масло. Мы отправляем обжариваться вот две наши эти такие сочные котлеты. После этого мы эти котлеты будем доводить в духовке. Ой, я тут как убяку сделала. В смысле, как убяку? Смотри, молоко. Ага, ну ничего страшного. Видно, что у тебя ребенок появился. Говоришь такими достаточно детскими терминами. Так, все, накрываем крышкой. Пусть они себе спокойненько жарятся. Что у тебя там с тестом? Ну, вот оно. Ну, вот оно. Я взяла прям представила. Слушай, ты знаешь, вот я с очень многими разговаривал, прежде чем, ну, перед программой, скажем так, вот тех, с кем ты знакома, никто из них не назвал ни одного плохого твоего качества. Может быть, это, конечно, настолько близкие люди. Любой человек, который находится на эстраде, переживает какое-то количество звездных болезней. У тебя было такое? Вот такие, приходящие, уходящие, легкие наплывы. Когда ты идешь по улице, такая, ну, узнавайте меня, люди. Где же вы все? Ну, может быть, я совру, если скажу, что не было. Ну, я хочу тебе сказать, что это очень вкусно. А, то есть ты как бы опять с ответа уходишь? Не ухожу. Я благодарна своим родителям, то, что они меня воспитали так, как надо. И они меня всегда держали в напряжении, не разрешали мне расслабляться. Ты, кстати, пока отвечаешь, не расслабляйся. Еще? Да, мешай тогда. Конечно же, есть моменты, когда я могу использовать, но это не специально, то есть делается очень часто, когда я захожу в какие-то там, либо банки, либо в какие-то, как они называются? Социальные службы, ты это имеешь в виду? Ну, да, то есть государственные. Очень часто там меня пропускают иногда без очереди, и берут без очереди. И ты этим пользуешься? Ну, я пользуюсь, да. Тебе ни разу не пришло в голову сказать, нет, 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 что вы, я обычный человек, я постою. Нет, ну, иногда у меня бывает, когда вот к доктору иду, я не могу через бабушек проходить, там, если надо, в очереди сидеть. То есть совесть все-таки осталась? Осталась. Не могу сказать, что это звездная болезнь была, но есть, вот все-таки это тебя вовлекает, то, что тебя узнают, там. Но я никогда не теряла контроля над этим, и всегда старалась быть послушной девочкой, и не пользоваться этим вот прям слишком. Друзья, мы взяли сушеную клюкву, мы обваляли ее в муке, вот, и сейчас отправляем все это вот так вот в тесто. Перемешивай. Ты когда-то танцевал народные танцы? Скажи, что это было вообще? Это были народные танцы. Ты понимаешь, что тебе видно вот исключительно до пояса, и то, что ты делала, это можно было делать одинаково все что угодно под столом. Я сейчас могу сказать, что я тут таракана убивала, но я в это не говорю. Хорошо. И какой вопрос? Скажи мне, пожалуйста, вообще знакомство твое с танцами как-то помогает тебе? Очень. Сейчас, когда ты поешь такой, ну, dance-стиль. Помогает, во-первых, я очень благодарна своим навыкам танца, потому что это мне помогло. У меня был очень хороший учитель, который учил на дисциплине, и помимо этого какие-то танцевальные правила. И сейчас, когда я смотрю на какие-то концерты, если я не вижу четкую линию, если я не вижу синхронно, ты все забираешь? Да. Ты продолжай, продолжай. Так, мне очень больно. Так, друзья, значит, что у нас сейчас происходит? Давайте мы вам объясним. Каризма ест. Да, каризма ест. Это, во-первых, это понятно. Кроме этого, мы сейчас укладываем маффины в специальные формочки, в которых эти маффины будут запекаться. Параллельно с маффинами в духовке будет пропекаться наш бифстейк. Прекрати, пожалуйста. Не издевайся над людьми. Вот. Значит, да, параллельно будет пропекаться бифстейк. Все это будет запекаться при температуре градусов 200. Маффины будут, наверное, минут 15-20 запекаться. На самом деле, тут все зависит от того, в чем вы их запекаете, в том, насколько хорошо у вас прогревается духовка. Ну и сюда еще добавим, да? Ну и так далее, так далее. Все. Хватит? Нравятся тебе маффины? Да. Все. Друзья, вы пока смотрите короткую рекламу. После этого мы вернемся и будем завершать уже процесс приготовления всего этого всего. Дорогие друзья, в эфире третья заключительная часть программы «Азбука вкуса». У нас в гостях по-прежнему Ольга Фисенко, она же «Каризма-1». Я-я. А ты так потрясла. Вот скажи мне, чего вот мы так стоим, грустно ждем? Ждем маффины. Правильно. Маффины уже готовы, друзья. В принципе, да, мне кажется, самое время уже их доставать из духовочки Ханса. Ну что, посмотрим, как они у нас получились, да? Зачем смотреть? Надо пробовать. Тебя не смущает, что мы отдельно, точнее, мясо готовили вместе с маффинами? Нет. Нет? Если есть место в духовке. Нет, нет, действительно, есть духовки, которые не смешивают, друзья, запахи. Это вот раньше нельзя было там, допустим. О, осторожно! Как ты взял эту перчатку? Видишь, понимаешь, чем проблема? Большая часть перчаток, они праворучные. И когда нужно на две руки одеть, получается неудобно. Тебе надо было вот так вот одеть. Ага. Давай, давай. Вот так вот. Вот так вот. И держишь вот так вот. Хорошо. Так же, дорогие друзья, мы достаем... Дай, пожалуйста, мне вторую перчатку. Решила сама достать. Ти-ди-ди-дин! Ти-дин! Так, да, друзья, достаем стейки. Посмотрим, как они у нас получились. Ну и сейчас нам необходимо будет стейки красиво отдекорировать, скажем так. В принципе, можно взять точно такие же тарелки, на которых они у нас сегодня готовились. Что можно делать с этими стейками? Прежде всего, берем наш соус, который мы готовили в самом начале программы. Пробуем. Пробуем. Вкусный соус. Да, мне нравится. Ну, начинаем что-нибудь вот такое вот делать на тарелке. Он у нас немножко густоватый. Вот. То есть, в принципе, сильно его раскидывать мы не будем. Ну да, вот здесь круче получается. О, у тебя симпатичнее получилось. Да. Так, потом берем стейк, переносим на тарелку. Сто процентов? Да. Кладем по центру. Есть. Берем соус. И опять? И опять немножко вымазываем вот так вот стейк. Биф стейк. Сверху берем кусочек сыра шевр. Вот взяла прям размазан. Вот видно, что искусственно это все вымазано. Ладно, все, не спорю. Очень красиво, очень. Помогите, мне угрожают. Значит, берем сыр шевр. Выкладываем его аккуратненько на стейк. Можно прям два кусочка. Два часа ждем, чтобы он расплавился. Нам не надо, чтобы он расплавился. Все. Вот так вот аккуратненько выложили. Сверху берем прошутто. Причем можно взять прошутто, срезать шкурку. Параллельно попробовав сыр. Очень вкусный сыр шевр. Снимаем шкурку. Можно взять сразу с еще одного кусочка снятие. И прошутто покрываем наш стейк. Наверное, нужна зубочистка, чтобы она держала. Вот так вот, она большая. Большая? Ну, смотри, ты взяла примяло. Как оно красивенько лежало, так ненавязчиво. Дорогие друзья, вот так у нас получилось наше основное блюдо. У нас готовы маффины. Оля, в завершении нашей программы хочу задать тебе еще несколько вопросов. Я могу есть в это время? А как ты будешь отвечать? В этом не прикол. Близится лето. Планируешь отдых? Теперь может грустно стало, где лук? Нет? Нет лука? Нет? Ну, не планирую. Не планировала. Не знаю, я бы очень хотела попасть на море. Но у меня есть один большой плюс. У меня сестра живет в Констанции. Поэтому я любое время, хоть и сейчас, если у меня есть время, я могу сесть в машину. То есть сейчас после программы и сразу? Вот прям вот, в воскресенье. И поехать к сестре на море. Наверное, это будет... Сто процентов я все-таки буду отдыхать у сестры, если что. Но я бы хотела куда-то... Ну, знаешь, когда маленький ребенок... Мальдивы, Бали, нет? Нет. К сожалению, пока еще нет. Во-первых, маленький ребенок. Сейчас, если я куда-то поеду с Дашей, я не буду отдыхать. Я буду объяснять ребенку, почему камушек нельзя есть. Почему песок нельзя кушать. И все остальное. Сейчас у нас как раз период, когда мы все хотим узнать, потрогать, попробовать. Со всеми поздороваться, всех поцеловать. Поэтому это достаточно тяжело. Все выходы из дома, это уже испытания. Поэтому я думаю, что в этом году либо к сестре, потому что там будет легче. И это близко. Да, это близко. И можно делать, что хочешь, потому что ты у тети дома. А так, может быть, на пару дней смогу уехать. Но здесь мало и тогда. Потому что тяжело. Ну, все мамы знают, насколько это тяжело. Какие у тебя музыкальные планы на этот год? Так как лето, будем работать. Новые треки, новые песни. Это будет что-нибудь такое дэнсовое, легенькое. Да, и сейчас я работаю на другой проект. Это вообще не то, что делает обычно Carisma One. Не знаю точно, когда это будет готово. То есть, может быть, это будет даже к осени. Но все равно буду параллельно работать и надеяться на то, что результат к осени уже будет готов. Ничего не хочу обещать. Есть идея в голове, которую мы развиваем. И две параллельные вообще дороги. Поэтому, ну, все-таки все это в музыке. Поэтому меня это очень вдохновляет. И я надеюсь, что мы успеем все это сделать до осени. Ты когда-то занималась и шитьем? Да. Появятся ли твои какие-нибудь, я не знаю, линии одежды? Какие-нибудь штучки от каризмы? Ну, ты видишь, я больше занимаюсь шитьем крестика. То есть, я могу какие-то вещи обшить чем-то, да. Мне это очень сильно импонирует. Я очень это сильно люблю. Все мне говорят, как ты можешь работать вот с такой вот маленькой схемой, очень все мелко, где надо спокойствие. Когда ты такая бомба энергии, полная энергии. Это меня, наоборот, успокаивает. Я не понимаю людей, кого это успокаивает. Это ужасно. Вот меня это успокаивает. Мне это настолько сильно нравится. Я не могу тебе передать. Это очень много времени занимает. И у меня, к сожалению, нет такого времени, чтобы... Ну, это мне надо, наверное, не спать или с дочкой не заниматься, чтобы я успевала и в музыке, и в то же время и вышивать. Я это делаю в свое свободное время, либо когда у меня есть вдохновление. У меня есть уйма сайтов, от которых я вдохновляюсь. И всегда себе ставлю цель, что вот когда-то я такое сделаю. У меня эта идея в голове есть, но я еще не знаю, как ее осуществить, так как сейчас у меня приоритет песни новые. Я достаточно много времени была в паузе некой. Поэтому хотелось бы сейчас наверстать то, что я упустила, поставить все на свои места, чтобы уже вся эта машина пошла опять. А когда уже будет побольше времени именно домашнего такого, может быть, я придумаю какую-то идею по этому поводу. Ну, я думаю об этом, но нет времени пока. Ну что ж, мы тогда тебе с удовольствием желаем здоровья дочки прежде всего. Спасибо. Реализации всех твоих творческих планов. Спасибо. Ну и, конечно же, чтобы ты все успевала, ну и поспать хорошенько в том числе. Ой, да, дай бог. И вам вкусной еды всегда, и управляй мне иногда в фотке. В фотке, все договорились. Дорогие друзья, ну а с вами мы прощаемся до следующего воскресенья. Как всегда, увидимся в рамках программы «Азбука вкуса». Пока. Спонсор показа – Ханса. Ханса, guten аппетит. Спонсор показа – крабовые палочки Вичи. Легко жить здорово. Субтитры создавал DimaTorzok